Всем привет! Вы на канале Коля Легомастер и это обзор на набор под артикулом 75345 из серии Лега Звездные Войны. В этом наборе 4 минифигурки, 119 деталей, предназначен этот набор для детей старше 6 лет и называется этот набор Battle Pack Клонов 501 Легиона. И давайте начнем обзор с коробки. Вот такая вот у нас была коробка. Минифигурки, сам набор, логотип Лега Старборг, информация по набору, также у нас тут логотип Войн Клонов, то есть этот набор у нас приурочен к 20-летию этого мультсериала, сбоку у нас вот такая вот информация, и сзади у нас небольшая, небольшой квадратик с функциями этого набора, ну и также еще одна картиночка. Набор открылся посредством выдавления вот такого клапана. Сверху у нас изображен клон Супер Легиона Специалист в масштабе 1 к 1. Вот такая у нас была коробка, давайте посмотрим инструкцию его. Инструкция была очень маленькой, логотип Лега Старворс, изображение набора, артикул и также QR-код. Открываем инструкцию, тут у нас так нарисованы бумажные пакеты, но их до сих пор почему-то не кладут в наборы. Дальше у нас приложение Лега Билдер и начинается у нас сборка с 5-й страниц. Так, заканчивается у нас сборка на 54-й странице, показаны наборы, которые в этой линейке были. Дальше у нас Rebuild the World, все детали этого набора и Лега Уин. Вот такая у нас инструкция, давайте посмотрим мини-фигурки. Итак, первая мини-фигурка в этом наборе у нас это тяжелый клоун 501-го Легиона. В этом наборе было две такие мини-фигурки. Как вы видите, у них есть вот такой вот черный бластер, принты на туловище спереди, на ногах, принты сзади и имеется вот такой вот рюкзачок в виде принта. Также вот такие вот шлема, можно отогнуть вот эти визоры и вот такие у них лица были. Итак, следующая мини-фигурка в этом наборе у нас это клон-специалист 501-го Легиона. У него вот такой вот белый визор, который как бы даже не визор, возможно бинокль, он закрывает его глаза, его можно также поднять. Обычный шлем, принты на туловище спереди, принты на ногах, огромная вот такая вот черная винтовка и принты сзади. Также интересно то, что у него, в отличие от других клонов, синие вот эти вот руки. И последняя мини-фигурка в этом наборе у нас это клон 501-го Легиона Офицер. У него из оружия вот такой вот маленький бластер, принты на туловище спереди, отличающиеся от других клонов, принты на ногах. Обычный шлем, вот такой вот визор длинный и принты сзади. Также вот такое вот лицо, как и у всех клонов. Фигурки мы посмотрели, и давайте посмотрим сам набор. Сам набор. Это у нас такая уменьшенная версия пушки АВ-7, это у нас противотанковая пушка из воин-клонов. Как вы видите, у неё четыре вот такие ножки небольшие, которые можно раздвигать. Также можно сгибать их вот в таких вот местах. Это небольшие шарниры имеются. Также снизу у нас есть прозрачный блок. И есть ещё одно сидение для клона. На это сидение можно посадить вот такого вот, допустим, клона. Также вот такая вот пушка, она на самом деле декоративная. Снизу есть работающая. Это обычный шутер, просто вот так дёснём вниз. И эта пушка выстреливает. В принципе, это было всё про этот набор, потому что он довольно маленький. Как вы понимаете, это батлпак, и их покупают в основном из-за фигурок. Ну всё, набор мы посмотрели, и давайте подводить итоги. Итоги. И что бы мне, конечно же, хотело сказать в итогах, это, конечно, оценить данный набор. В данном набору я поставлю 10 из 10, потому что это прекрасный батлпак. То есть, я считаю, что до этого таких же крутых батлпаков было очень мало. Тут отличное наполнение по мини-фигуркам. Также топовая постройка. То есть, это очень крутая пушка. Она, я думаю, пригодится для любой армии. Фигурки тоже можно просто армиями собирать. Потому что бывают батлпаки, в которых есть какие-то офицеры, которых... Ну, нежелательно было бы иметь очень много. А клонов можно покупать до бесконечности. Это была моя оценка этому набору. Ну, в принципе, всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Ждите новых роликов. Всем удачи и всем пока!